Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Атака на Авдеевку. Боевики используют крупнокалиберную артиллерию. Есть жертвы среди мирных жителей. Тылы Евровидения, как глава МВД отреагировал на оголенные ягодицы в финале конкурса. Настоящий Макрон. Новоизбранный президент Франции официально вступил в должность. Как проходила инаугурация? 24 обстрела позиций ВСУ на Донбассе совершили боевики за сегодняшний день. Четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ОТО. Наемники используют грады, танки, крупнокалиберную артиллерию. В Авдеевке траур. Вчера снаряды попали во двор жилого дома. Погибли 4 мирных жителя. Двое детей. Девочки 4 и 7 лет остались сиротами. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Разрушенный дом, засохшая кровью, разорванная снарядом из гаубицы плоть. Трагедия произошла вчера вечером в начале 8-го. Соседи рассказывают, владелица дома вместе с родственниками и детьми собрались во дворе на трапезу. И пришла еще кума с кумом, с детем. Вот они тут в огороде что-то пололи, днем ходили. А к вечеру они пришли сюда. Беседка была, наверное, сели. В момент взрыва дети, девочки 4 и 7 лет находились в доме. Это их и спасло. Услышали, что где-то близко разорвался снаряд. Забежали. У меня у самой двое деток. Пока спрятали их, услышали, что на улице детки плачут. Вот выбежали, девчонки тут стояли, босиком раздетые, прибежали, начали кричать, спасите нашу маму. Но мы девочек себе домой спрятали и побежали туда. Картина внутри двора ужасная. Владелицу дома и троих родственников разорвало пушечным снарядом. А 27-летний сын получил тяжелейшее ранение головы. Четыре трупа. Вот так вот. Раненого парня стабилизировали, а потом вертолетом эвакуировали в Днепровский госпиталь. Оказалось, что эта семья во время февральского обострения бежала от войны в Киев. В Авдеевку вернулись на пару дней оформить документы и проведать родственников. Она приехала 10 числа справку сделать с обезой. В Авдеевке сегодня траур. В администрации решают, как лучше устроить сирот. В первую очередь занимаемся, звичайно, детьми. Другая вопрос – это похороны людей, которые погибли. Третье вопрос – это восстановление. Посмотрим, что можно восстановить, что можно помочь там по этому будинку. Ну, понятно, что сегодня мы скасовали святкувание Дня Европы. Под Авдеевкой и на Луганском направлении наблюдается эскалация боевых действий. Боевики используют грады и крупнокалиберные орудия. Один военный получил тяжелое ранение. Снайпер попал в него из крупнокалиберной винтовки. Сейчас за жизнь нашего воина борются врачи. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал Интер. Раненого бойца доставили в Днепрь, в госпиталь имени Мечникова. У него сквозное ранение головы. Врачи пока воздерживаются от прогнозов. Продолжается также борьба за жизнь жителя Авдеевки, который попал под обстрел боевиков. Операция продолжалась до самого утра. По словам врача, у парня тяжелейшие ранения, практически несовместимые с жизнью. И привезли обоих в Коми-2. Сейчас Кома-1 и того и другого. Можно сказать, что есть положительная, положительная, маленькая. Но прогнозов давать никак нельзя, потому что такие сразу погибают. Все возможное сделано, а там как будет. О ситуации на Донбассе сегодня много говорил президент Украины, заявив, что принудительной эвакуации, как из Авдеевки, где вчера боевики обстреляли мирных жителей, так и из зоны АТО, не будет. Главная задача – обеспечить мир. Как этого добиться? Об этом и не только. Петр Порошенко сегодня говорил с журналистами на большой пресс-конференции. Какие вопросы задавали представители СМИ? И какие из этих вопросов остались без ответа? Что Порошенко думает о минском формате? Планирует ли идти на второй срок и как оценивает Евровидение в Украине? Обо всем этом Екатерина Лысенко подробнее. Это пятая пресс-конференция Петра Порошенко и третья во дворе администрации президента. Порядка 200 журналистов, как украинских, так и иностранных, пришли с вопросами. С задержкой в 10 минут слово берет глава государства. Первые 15 минут говорит о последнем достижении без визи и буквально перехватывает инициативу у СМИ в следующем вопросе. Часть присутствующих корреспондентов в футболках с надписью «Хто вбыл Павла». Речь о расследовании, в котором журналисты продвинулись гораздо дальше, чем официальное следствие, указав и на пробелы в деле, и на возможных причастных к убийству Павла Шеремета. Я бачу футболки «Хто вбыл Павла», я бы хотел, чтобы також висловить свою позицию с этого привода. Я ждал большего, лучшего результата и не задоволен, что у нас нет вбивки, он не притягнутый к ответственности. Голова СМИ Украины, это уже то, что я читал за подсумками расследования, доповів мне, что пан Устименко, который был сгадан, освободился. СМИ Украины в квотне 2014 года «Мене проінформували, що на понеділок пан Устименко викликаний на допиток буде допитаний. Ми маємо об'єднати свої зусилля для того, щоб перше розслідування було максимально прозоро, друге – максимально ефективно. Тобто вважайте, що на сьогоднішній день я разом з вами, цей самий футболці». Отділ уголовних к делам политическим. И тут уже у Порошенко спрашивают о його возможном втором сроке. Но президент не сказал «ни да,ни нет». Щодо другого терміну, відповідно до Конституції, кожен громадянин України, правда, з певними обмеженнями, ті, хто має вже 35 років, я вже маю 35 років, мають право балотуватися в президенти. І я думаю, що у нас на сьогоднішній день ще поки що зарано говорити щодо складу потенційних президентських кандидатів. Хоча о дістіженнях внутри країни глава держава говорить гораздо охотніше, чем о недоработках, уповая на избирателям. Слухайте, багато чого зроблено. Але чи задоволений? Ні, є. Але чи задоволений я? Ні. Ні. Є і певні кадрові прорахунки, є і певні затримки в позиціях реформ. Але давайте говорити чесно, є плюси, є мінуси. І оцінювати цю роботу має український народ. У мене було декілька телефонних розмов, абсолютно близькучих, з президентом Трампом. Найближчим часом планується обрати специального представника США, який буде відповідати за координацією дій з Україною. Також, можу сказати, що наприкінці наступного тижня, рівно через тиждень, я буду мати багатогодинні переговори в Берліні з канцлером Німеччини для підготовки засідання нормандського формату. Чого ж ми добиваємося? Це дуже просто. Ми наголошуємо на необхідності складення і ухвалення дорожньої карти Мінського процесу. Що і коли має відбутися? І як би хто не критиковав Мінські об'язательства, альтернативи їм немає і вряд ли буде, вважає президент. Я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Є пропозиції, я не правий. Пропозиції давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну. Давайте стіну побудуємо. Давайте забудемо про Донбас. Бо ми його нібито ніколи не повернемо. Мені з ними не по поті. Предложення признать Донбас оккупированным чаще всего звучат в Раді от некоторых фракций. По сути, це відповідь і їм. К слову, для нардепів президент вже готовить ежегодне послання. В сентябрі Порошенко собирается рассказати о своєм видіні, як внешній, так і внутренній політиці. І ще анонсував голосування нардепів за нового главу нацбанка з розмытыми датами до летніх каникул. Кроме цього, поведал гарант і об образовании «Правда» в контексті обучення собственних дітей. В мене і старший син вчився і в Україні, і після того поступив в міжнародні університети. Я вважаю, що проблема тут не в якості української школи. Я не хочу своїх дітей бачити мажорами. Мажорами. І впевнений в тому, що ті умови, які там створені, в тій школі, їх унеможливлюють бути якимось там, мати певні привилення, як діти президента. І напослідок о Євровідні, фінал которого оказався подпорченим. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля для того, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу. І тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це те, що світ має бачити з України. Я це точно розчарований. Але вважаю, що це нам враження від свята не вдалося його зіпсувати. С журналистами президент общався ровно два часа, хоча задати вопросы успіли далеко не все. Ну а Петр Порошенко напоследок пообіщав встречаться со СМИ чаще, чем раз в год. Екатерина Лысенко, Евгений Камінський, подробності, телеканал Интер. Победителем Евровиденья 2017, которое проходило в украинской столице и вчера здесь завершилось финалом, стал Сальвадор Сабрал. Португалец набрал 758 баллов і оторвався от второго места більше чем на 100 очков. Виступлення української рок-группи Аторвальд оценили в 36 баллов, в итоге третье место с конца. Но не только результатами запомнился этот финал. Во время выступления победителя прошлогоднего конкурса Джамалы молодой человек выбежал на сцену и оголил свои ягодицы. Позднее выяснилось, что шоуменом в прямом смысле этого слова оказался известный украинский пранкер, бывший сотрудник одного из ведущих украинских телеканалов, Виталий Сидюк. Сразу после перформанса Сидюка арестовали. Надо отдать должное выдержке Джамалы, которая, как ни в чем не бывало, продолжила свое выступление, несмотря на эпатажность этой выходки. Гораздо оперативнее охраны конкурса на инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков традиционно в Фейсбуке глава ведомства сообщил о том, что преступник задержан и находится в СИЗО. Реакция главного полицейского на обнаженные ягодицы журналиста последовала куда быстрее, чем, например, поджог нашей студии 4 сентября прошлого года или на реакция на хладнокровное убийство Павла Шеремета 20 июля. В своем посте чиновник отметил, что Сидюк, цитирую, сможет реализовать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим хобби, я бы ему не советовал. Конец цитаты. Такое высказывание вызвало бурную реакцию украинских политиков и интернет-пользователей. По их мнению, Арсен Аваков, позволяя себе подобные заявления, признает, что в украинских тюрьмах, которые контролируются МВД, существует практика насилия над людьми. Пьяный сотрудник НАБУ спровоцировал ДТП в Киеве. Инцидент произошел сегодня утром на одной из центральных улиц столицы. Информацию в Фейсбуке обнародовали активисты. По их версии, водитель внедорожника не справился с управлением, вылетел на тротуар, протаранил трактор, а затем врезался в припаркованный автомобиль. В машине находились пять человек, все с признаками алкогольного опьянения. Водителем оказался сотрудник антикоррупционного бюро Алексей Дагей. Он госпитализирован сейчас. В НАБУ происшествие пока не прокомментировали. Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. В Париже сегодня прошла торжественная инаугурация нового главы республики в условиях беспрецедентных мер безопасности. Чего ждут от Макрона французы и не только? Узнаем от Алексея Пшемыского. Вертолеты, автоматчики и надежды на лучшую жизнь. Франция чествует нового главу республики. Торжественные мероприятия начались с самого утра. Макрон встретился с Франсуа Алландом. Вместо запланированных 20 минут лидеры общались более часа. Напоследок Алланд передал новому главе республики ходы от так называемого ядерного чемодана. После прощания с предшественником Макрон принял орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону. Мир нуждается в сильной Франции и у нас есть все для того, чтобы сделать нашу страну великой державой 21 века. Я приложу максимум усилий для этого. Рынок труда будет либерализован. Мы намерены поддерживать инициативу бизнеса. Именно борьба с безработицей, снижение налогов и развитие бизнеса станут первоочередными задачами нового президента. Сильная Франция – залог будущего Евросоюза, уверен он. Избрание 39-летнего Эммануэля Макрона, бывшего министра экономики, многие назвали выбором между здравым смыслом и популизмом Марин Ле Пен. Мы не хотим ультраправых, мы хотим такого, как он. Я рада за Францию, это исторический момент. Его избрание – большое облегчение для всех. Он молод, полон идей, он хочет привнести перемены. Почему бы и нет? Нам всем это нужно. Макрон – самый молодой президент. Это его преимущество и в то же время главный недостаток. Реформы потребуют поддержки в парламенте, которой сейчас у него нет. Для этого французам придется еще раз довериться Макрону, проголосовав за его партию на парламентских выборах, которые состоятся в июне этого года. Избрание молодого, но полного надежд Макрона многие уже сравнили с сеансом психотерапии для Франции, которая до сих пор живет в режиме чрезвычайного положения. А все больше молодых людей в стране не могут найти работу. Однако, если новому президенту не удастся ответить на главные проблемы – кризис беженцев, терроризм и безработицу, этот сеанс рискует обратиться к глубокой депрессии, которая может стать фатальной для всего Евросоюза. Алексей Пшамыский, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Индор. Британский премьер не прогадала с решением о досрочных выборах. Результаты опросов прочат Терези Мэй. Ошеломительный успех уже в следующем месяце. И, похоже, она уже закрепила за собой место на Даунинг-стрит на следующие пять лет. Почему у главы правительства нет сильных оппонентов? Узнаем от Светланы Чернецкой. Особого доверия к опросам общественного мнения в Великобритании уже нет. Социологи не смогли спрогнозировать результат референдума по Брекзиту. Да и на последних парламентских выборах в 2015-м консерваторы показали намного лучший результат, чем им предрекали. Поэтому и сейчас к политическим исследованиям в стране относятся довольно осторожно. Правда, разрыв между соперниками прогнозируется настолько большой, что сомневаться не приходится. Правящая консервативная партия Тереза Мэй предрекает показатель в 47% голосов избирателей. А главным оппонентом лейбористской партии всего 29%. Резкий спад популярности лейбористов эксперты объясняют их непонятной позицией по Брекзиту. Партия агитировала за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Но большинство ее сторонников голосовали наоборот за выход из ЕС. Поэтому сейчас и переметнулись к консерваторам, которые обещают неминуемый разрыв с Европой. Лейбористы же до сих пор не определились, как усидеть на двух стульях, чтобы и от принципов не отойти, и сторонников сохранить. Лидер партии Джереми Корбин предпочитает просто игнорировать вопрос о выходе из ЕС. Мы покинем Евросоюз, если вы будете премьер-министром? Посмотрите, мы приступим к переговорам с твердым намерением достичь всего, что мы хотим, но это будет долгий процесс. Простите, Джереми Корбин, но мой вопрос был немного другим. Я спрашиваю, если вы станете премьер-министром, покинем ли мы ЕС, несмотря ни на что? Четкий ответ на вопрос так и не прозвучал. Главный оппонент Терезе Мэй и человек с амбициями премьер-министра не готов сказать Брекзиту ни да, ни нет. Джереми Корбин фигура довольно противоречивая. Он уже заявил, что даже в случае проигрыша на выборах не уйдет с поста лидера партии, как это заведено в британской политике. Это несмотря на то, что им уже недовольны многие члены его же партии. Корбина несколько раз пытались сместить и продолжают подстраивать мелкие пакости даже в такое ответственное предвыборное время. Например, в прессу слили предвыборную программу лейбористов еще до того, как документ утвердила верхушка партии. Раньше в руки журналистов попадали лишь отрывки черновиков в так называемых партийных манифестах. А в этот раз как никогда документ в полном объеме. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Очередные испытания баллистических ракет в Северной Корее. Куда Пхеньян направил оружие в этот раз и как реагирует мировое сообщество. Все подробности в материале. Выпущенную из Северной Кореи ракету, точнее ее тип, пока не установили. Но в том, что запуск произошел, военные соседних стран не сомневаются. По крайней мере, это подтверждает разведка Южной Кореи. Предполагаемую траекторию полета публикуют со ссылкой на данные Сеула. Согласно им, все произошло в провинции Пхеннан-Пукто. Она расположена к северо-западу от столицы КНДР Пхеньяна. Северная Корея снова запустила баллистическую ракету, несмотря на серьезные предупреждения со стороны мирового сообщества. Это неприемлемо. Мы решительно протестуем. Эти повторные запуски ракет Северной Кореи представляют собой угрозу нашей стране. Если Северная Корея и дальше будет игнорировать наше предупреждение, продолжит военную провокацию, в ответ получит суровый отпор со стороны наших вооруженных сил и Южно-Корейско-Американского Альянса. В самой Северной Корее комментариев традиционно не дают. Избежали публичной критики и в Москве, несмотря на то, что ракета упала прямо возле российской границы. Лишь в Совете Федерации сухо ответили, дальневосточное ПВО приведено в состояние повышенной боевой готовности. А Южно-Корейская администрация продолжает искать союзников Для решения проблем с запуском ракет нам нужно объединить усилия с Японией, несмотря на давние разногласия. Этот запуск, кстати, стал первым за последние несколько недель. Предыдущее испытание ракет в КНДР зафиксировали 29 апреля. Тогда запуск завершился для Пхеньяна неудачно. Боеголовка взорвалась, так и не долетев до пункта назначения. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. В США запуск ракеты Северной Кореи назвали очередной провокации и призвали мировое сообщество ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Тем временем в Соединенных Штатах разгорается экологический скандал. Тревогу бьют защитники природы. Администрация Трампа, чтобы сохранить рабочие места, решила не закрывать сотни предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Насколько серьезно они угрожают экологии? Дмитрий Анопченко расскажет все подробнее. Вода в этой речке Вирджинии даже на первый взгляд выглядит грязной. Но простейший анализ доказывает все куда хуже, чем можно было себе представить. Нормальный показатель 300 единиц, а здесь он превышен в 6 раз. Оранжевый цвет свидетельство того, что в воде содержатся тяжелые металлы. А ведь все эти небольшие потоки собираются в большую реку, из которой в городах потом берут воду для питья. Откуда взялась химия, долго гадать не нужно. С шахт, расположенных неподалеку. Их открыли еще в 60-е. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, а здесь все еще работают по старинке. Владельцы вложили 250 миллионов долларов, чтобы сократить вредные выбросы, но до установленных норм все равно не дотягивают. И это предприятие, как и многие другие, при Обаме попало в черный список. Его решили закрыть. Местных жителей это привело в отчаяние. Шахты многим давали работу. Голосовали тут за Трампа. И с радостью восприняли решение новой администрации отказаться от экологических ограничений. Взять предприятие, которое 30-40 лет работает, и закрыть из-за каких-то выбросов атмосферу, которые неизвестно еще существуют ли. Мы так рады, что администрация Трампа все это пересматривает. Эйрин выросла в здешних местах. Ей до слез больно, что местные считают ее врагом. Но слишком уж сложен выбор между тем, чтобы лишить тысячи людей работы или оставить все как есть, но отнять будущее уже у детей. А в этой местности каждая третья семья постоянно возит малышей к врачам. Новая администрация выбор сделала. Все разговоры о возможных экологических проблемах тут воспринимают скептически. На международном уровне решили отказаться от финансирования программ по глобальному изменению климата. Внутри страны урезали бюджет экологического ведомства. С одной стороны они говорят мы недостаточно знаем давайте изучим проблему получше и в то же время урезают исследования и не дают ученым ни в чем разобраться. Вполне возможно что состояние здешних рек скоро только энтузиасты и будут контролировать. Масштабные ограничения для промышленности которые все 8 лет президентства вводил Обама Трамп уже отменил. Но есть еще одна инициатива. Агентства по защите природы в Соединенных Штатах хотят в принципе закрыть. Семь конгрессменов республиканцев уже зарегистрировали законопроект мол экологические ограничения вредят бизнесу приводят к убыткам забирают рабочие места а значит долой контроль ведомства нужно ликвидировать. Вот только будут ли противники Трампа демократы так же настойчиво бороться против этой инициативы как недавно против его иммиграционных указов. Тема куда важнее но не такая громкая и вряд ли принесет политические дивиденды. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Сергей Коваль Американское бюро телеканала Интер. Проблемы экологии не менее актуальны в Украине где реки традиционно выполняют функцию канализации как например пруд в Прикарпатье здесь тебе и дохлая рыба и запрет на купание почему контролирующие органы никак не могут повлиять на ситуацию выясняли наши корреспонденты. Житель села Мамаевцы Виктор Савчук живет у реки но уже несколько лет воду не ногой. Кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы в пруте санэпидемологи находят регулярно. Согласно их данным речная вода содержит множество вредных химических веществ. Купаться в речке опасно подтверждают эксперты. Станом на сегодня мы имеем по трём показникам негативные анализы. Тобто это уже для нас сигнал диеты. А это уже Ивано-Франковская область. Именно здесь пруд берет свое начало но горный родник уже давно превратился в канализационный сток. Частные предприятия фирмы базы отдыха сбрасывают в реку нечистоты. У меня есть следственный орган я не могу сказать что это здесь не латач или иначе садыба но однако проследковывается таки в пробах воды что есть дом мешки неочищенных стоков. Частных усадеб и различных забегаловок в одной только Яремче сотни и почти возле каждого заведения такие отводные трубы. Но люди уверяют они для дождевой воды. Мы снимали стол и в вашей среде у вас как бы такая труба. Эта труба есть от что на самом деле сбрасывают в реку нечистоты или дождевую воду в экологической инспекции ответить не могут. установлены моратории на проведение проверок физических осіб предприемцев. Мы не можем проконтролировать или скидаются очищенные стоки если не скидаются или правильно сбудованы септики или эта вода не просочивается водоносные горизонты. Эксперты уверены с такими темпами загрязнения уже через несколько лет пруд как и многие другие Карпатские реки может превратиться в канализационный коллектор. Александр Васильченко Ольга Паломарюк Жанна Дучак Игорь Рига Зиновий Автонас подробности телеканал Интер. Ну а львовский мусор снова не доехал до свалки. На этот раз несколько тонн отходов вывалили просто на подъезде к городу который к слову согласился принимать его но цивилизованно. К какому ответу теперь готовятся местные жители расскажет Галина Якушко. За этим забором мусорная свалка города Червонограда это один из трех полигонов области которые согласились принимать отходы из Львова. Фактично 5-6 дней в тиждень мы принимаем каждый день по 10 тонн напротив двух лет будем принимать до 19 квотня 19-го года. Сколько за зарплаты за 10 тонн? За каждую завезенную тонну Львов должен заплатить субвенцией в его местном бюджете размером 1133 гривен. Но платить за весь выброшенный мусор во Львове видимо не привыкли считают местные активисты. В нескольких километрах от Червоноградского полигона после майских праздников они обнаружили тонны отходов прямо возле лесопосадки. Та тут 10 машин я думаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять автомобилей тут субвенцией до вкилью. В том что мусор из Львова местные жители не сомневаются в отходах нашли улики остатки документов. Комсомольский квиток местный Львов местный Львов да то что коммунисты Львовы ну тут профсоюзный что лежит квиток такой же загрязненные земли находятся в ведении Межреченского сельсовета но сейчас они в пользование шахты номер четыре денег на уборку мусора у них нет говорит руководство заработать оплату закрывать и так далее и гроши и так шахты лежат с конца наводят кто выбросил отходы и у кого теперь требовать компенсацию разбирается полиция кого будут караты если подчас опитывания сведков никто ничего не видел лишь чеки подтверждают что смятая из Львова люди не видели никто не видел ни охрана шахты не видел кто завозил и когда завозил головы сельских рад так сами не знают сам мир Львова Андрей Садовый только сетует городской мусор все еще некуда девать меморандум о вывозе отходов не действует я змушенный в понеделок скликать комиссию по надзвучайных ситуациях на сегодня майже половина смятевых майданчик и места переполнены и ситуация продолжает загострелиться а пока власти Львова собирают очередную сотую комиссию червоноградские активисты обещают заблокируют въезд для львовских мусоровозов на свой полигон если нелегально выброшенный мусор не уберут Галина Кошки Юрий Голубенко подробности телеканал Интер Львовская область очередной удар по фольксвагену который никак не отделается от дизельного скандала немецкая прокуратура начала расследование в отношении руководителя этой компании что стало известно следователям расскажет Татьяна Лагунова топ-менеджер концерна фольксваген под подозрением прокуратура штутгарта начала расследование против гендиректора компании Матиаса Мюллера подозревают в манипуляциях в разгар так называемого дизельного скандала два года назад когда в Германии разгорелся дизельгейт и акции компании на бирже резко упали Матиас Мюллер еще не руководил всем концерном он занимал должность поскромнее член управления одного из дочерних предприятий федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором считает Мюллер мог не своевременно проинформировать инвесторов и акционеров о разгорающемся скандале и тем самым сманипулировать информацией гендиректор концерна не единственный фигурант расследования прокуратура подозревает в манипуляциях целый ряд топ-менеджеров компании как бывших так и действующих и это еще один удар по автомобильному концерну который и так немало пострадал от дизельного скандала громкие отставки судебные процессы штрафы и миллиарды евро убытков это цена которую Volkswagen уже заплатил за дизельный скандал он разгорелся два года назад тогда выяснилось что на дизельные автомобили устанавливалось программное обеспечение которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах и обходить экологические стандарты жертвами обмана стали почти 11 миллионов автовладельцев как в Европе так и в США Татьяна Луганова Павел Лысенко подробности немецкое бюро телеканала Интер в сирийской войне может появиться новый участник Иордания стянула к границе с Сирией армейские части усиленные бронетехникой и артиллерией официальная версия это защита своих рубежей от террористов впрочем есть и другие предположения о них подробнее расскажет Сергей Ауслендер тысячи солдат сотни танков и бронемашин под прикрытием артиллерии и авиации сосредоточены вдоль границы Иордании и Сирии поначалу все это преподносилось как широкомасштабные учения но после окончания маневров войска остались на своих позициях главная цель по заявлению иорданского руководства это борьба с джихадистами террористы ИГИЛ действительно уже не раз проникали на территорию Хашемитского королевства атаковали полицейские участки армейские посты и разные государственные учреждения кроме того через границу потоком идут беженцы помимо иорданских частей вдоль границы расположились и подразделения американской и британской армии теперь иордания активный участник антиигиловской коалиции но ведь речь идет не только об ИГИЛ антиигиловская коалиция это проамериканская западная коалиция которая разумеется также ставит перед собой целью ограничить или вообще ликвидировать режим Башар-Асада и это понятно абсолютно всем кроме того иордании тесные и совершенно понятно естественные связи с Саудовской Аравией Катаром и другими странами Персидского залива которые опять же не испытывают никакой дружбы и любви по отношению к Сирии Башар-Асада само собой в Дамаске эти приготовления восприняли крайне болезненно сирийское руководство заявило что не потерпит агрессии со стороны своего соседа и если иорданские вооруженные силы пересекут границу их будут рассматривать как враждебную армию Аман возражает его войска не собираются действовать против законного сирийского правительства а лишь против террористов впрочем эксперты полагают что главная цель это все-таки создание буферной зоны безопасности вдоль границы под контролем коалиции подобная зона действует уже на границе с Турцией а тем временем Израиль заявил что бесполетные зоны которые в Сирии создали Россия, Иран и Турция его не касаются а авиация еврейского государства будет действовать в сирийском небе по приказу своего руководства и для выполнения своих собственных задач Сергей Услендер подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер Это все новости на сегодня приятного вам воскресного вечера и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова